8.20 на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. С чего начать, чтобы получить льготную ипотеку под 6,5%. А еще мы расскажем. Коронавирус куда надо сообщить, если кто-то приехал из другого региона? Повлияет ли дистанционное образование на результаты ЕГЭ? Зеленчук вместо Африки. Выгодно ли разводить страусов? В начале полезная информация от нашего информационного партнера. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Ипотека под 6,5%. В банке предлагают льготные квартиры. Кредит с низким процентом можно получить до 3 миллионов рублей. Но для этого есть несколько условий. Об этом расскажем через мгновение. Еще одна полезная вещь – способ бесплатно повысить иммунитет. И этими витаминами мы угостим зрителей телеканала «Россия-1». А сейчас переносимся в Зеленчукскую. Там живет и работает учитель года, математик Юлия Копалкина. И мы с ним поговорили о судьбе выпускников. Я действительно счастлива, что я именно в Зеленчуке живу. Юлия Александровна счастлива, что у нее не квартира с видом на Красную площадь, а дом с видом на Эльбрус. Поэтому самоизоляция проходит комфортно. Дом со ставнями площадью, как хорошая трехкомнатная квартира. Двор и много-много цветов. А еще у учителя года во дворе банька летней домик. А рядом благоухает алыча. И пчелы исполняют весеннюю симфонию. И, конечно же, у учителя года Юлия Александровна есть свой огород. И она считает, он не должен пустовать. Картошка здесь уже посажена. Математик Юлия Александровна не стала огород превращать в газон. Потому что выращивание картошки имеет философско-полезный смысл. Дело все в том, что, во-первых, совместный труд семейный сближает. Это раз. Во-вторых, я точно знаю, что я картошку ничем не обрабатываю. Ну, а в-третьих... А вообще ничем не обрабатывать? А жуков как вы удаляете? Ну, собираем по возможности. А то и съели-съели. Что осталось, то и нам, собственно говоря. Ну, а кроме того, еще прибавьте, что земля не должна пустовать, наверное. Раз мы хозяева земли, то она не должна пустовать. Цветочки огород у учителя математики после дистанционных уроков. Доброе утро! Доброе утро! Рада вас видеть, ребята. Как настроение? Как здоровье? Экрана. Все хорошо. Пока я уйду. Отлично. Так, давайте начнем урок алгебры. У нас сегодня тема решения линейных неравенств. Опознавать науку цифр надо только с энтузиазмом, чтобы дети восприняли все это серьезно и не думали, что удаленка – это халтура. Так, пожалуйста, без чая, без ничего не галдим. Три, четыре. Внимание на доску, ребята. Есть, конечно, группа детей, у которых нет возможности технической просто, да, работать в интернете. И таких детей мы тоже знаем. Мы собрали списки детей, кто не может заниматься в интернете в силу материальных возможностей. С такими детьми мы работаем индивидуально, мы посылаем им индивидуальные задания, мы их собираем, проверяем через телефоны родителей, находим какие-то возможности. То есть эти дети у нас вообще на индивидуальном плане обучения. А что делать? Нужно учить. У нас все-таки есть закон о образовании и право имеет учиться любой человек, а не только тот, у которого есть компьютер с выходом в интернет. Если у школьников помладше есть шанс в новом учебном году устранить пробелы дистанционного обучения, то как быть выпускникам? Неужели удаленка удалит мечты о хороших вузах? Ждать ли нам плохих результатов ЕГЭ? Подготовка именно к ЕГЭ – это во многом самообразование ребенка. Вот. Ребенок сам готовится к тем предметам, которые он выбрал. И нам не зря очень достаточно долгое время говорили о том, что школа не должна натаскивать на ЕГЭ. Это не есть основная задача школы. Основная задача школы – дать образование. А натаскивать на ЕГЭ у нас даже особой времени нет на уроках. У нас для этого есть факультативы, дополнительные занятия. Мы, естественно, контролируем процесс подготовки к ЕГЭ, но оно не является самоцелью современного образования. Поэтому, по крайней мере, я считаю, что дети, которые готовились к ЕГЭ серьезно, они сейчас получили даже, может быть, некоторый бонус. Потому что они могут заниматься... Какие? И, в принципе, если ребенок готовился достаточно серьезно до этого к ЕГЭ, я не думаю, что введение дистанционного обучения станет прямо очень серьезным препятствием для сдачи экзамена. Юлия Александровна уже соскучилась по живому общению с детьми. Она уверена, и пандемия, и самоизоляция пройдут. А пока во дворе к солнцу тянутся плоды можжевельника. Хвоя сейчас наполняет двор не только приятным, но и очищенным воздухом. А чуть позже учитель года выжмет противомикробный, полезный можжевеловый сок. И в этом есть счастье – жить ближе к земле. А сейчас время погоды. Вот что нам сообщили синоптики. В центральных районах Карачаева-Черкесии солнечно днем до плюс 16, а ночью могут быть заморозки. Ветер Азовский – 7-9 метров в секунду. У Эльбруса в Верховьях Кубани переменная облачность без осадков днем – плюс 7-9, а ночью заморозки до минус 2. Ветер Черноморский – слабый, всего лишь 1-3 метра в секунду. В нашей столице солнечно днем до плюс 18, ночью тепло до плюс 11, ветер Каспийский – 7-9 метров в секунду. Далее к жителям Карачаевой-Черкесии важное сообщение. Если стало известно, что кто-либо приехал из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, то надо сообщить по телефону 8 800 201 2670. Звонок бесплатный. Приехавшие к нам товарищи обязаны 14 дней самоизолироваться. Кстати, врачи рекомендуют в период пандемии для укрепления иммунитета принимать витамин D. Потому что самоизоляция создает дефицит солнца. Сегодня зрители телеканала «Россия-1» получат множество витаминов. И это произойдет после того, как мы отправимся на ферму к страусам. Как вы решили завести страусов? На этот вопрос у хозяина этих птичек у Марага Поева душевный ответ. Екнула, так скажем, и захотел завести. Обычно страусиная семья – это страус, глава семейства, и две его страусихи. Но у этой страусихи другая судьба. У нее есть глава семейства и молодой поклонник в заточении. Она приходит к нему и, как в шекспировской трагедии, перьями машет и дает надежду на светлое будущее. На Зеленчугском побережье у африканских страусов все по-другому. В теплых странах страус сам заботится о гнезде, где его страусиха отложит яйцо. А на Северном Кавказе импозантный страус считает, что у страусихи должно быть свое гнездо, как невеста с квартирой. А потомство у страусов очень даже дорогое. Страусенок стоит почти как теленок. Выведенный птенец или страусенок весит почти килограмм. Недельный страусенок может стоить 5-7 тысяч рублей. Страусы выгодны. Килограмм мяса стоит 600 рублей. На вкус как нежная телятина, поэтому блюда получаются изысканными. А как долго надо ждать, чтобы страус пошел на мясо? Обычный забойный возраст страуса это где-то около года. Потому что страус за год набирает тот рост, который вы сегодня видите. И сколько весит такой страус? Взрослый страус-самец 120-130, иногда 150 килограммов. В зависимости от того, наверное, как кормишь. И, конечно же, интересна себестоимость такого дорогого мяса. В среднем страус потребляет около 2 килограммов зерна. В день? Да, в сутки. В весенний, летний период, когда они пасутся, они могут на подножном корме, как говорится, с весны до осени. В прошлом году они у меня целые с весны до осени паслись, я им ничего не давал. Но у страусов самое ценное – это не мясо. Бесценной является кожа. Из нее дизайнеры делают обувь, сумочки, кошельки и верхнюю одежду. Кожа стоит от 60 тысяч рублей, а из кожи одной птицы можно шить дюжину туфель, а пара мужских туфель стоит от 40 тысяч рублей. У страусов выгодно даже перья. Дизайнеры создают сумочки и свадебные платья. Но перья – вот еще чем полезны. Из мелких перьев, которые на теле, из них получаются очень хорошие щеточки для… пользуются художники. Потому что очень нежное перо, и, видимо, они знают. Если заинтересовалось страусиное хозяйство, вот полезный совет от опытного фермера. Чтобы у страусов не было стресса, на каждую семью необходимо минимум 30 соток земли. Эти птички не любят самоизоляцию. Им нужен простор для создания здорового потомства. По объему одно страусиное яйцо вмещает в себе 25 куриных яиц. Но по стоимости оно в 5 раз минимум дороже. Вот это яйцо, которое гарантированно неоплодотворено, стоит от 1000 рублей. Но если производитель дает гарантию, что оно оплодотворено, и страусят можно ожидать, оно может стоить до 2500 рублей. Руслан Куркмазов, Руслан Харченко. Страусиные вести Зеленчукского побережья. Итак, две очень полезные вести. Льготная ипотека и бесплатные витамины. Через неделю начинается выдача кредитов под 6,5% на покупку новой квартиры. Правда, есть несколько условий. Зарплата должна быть совершенно белой. Эта ипотека должна быть первой в жизни человека. А еще первоначальный взнос от 20%. И самое главное, зайдите на сайт службы судебных приставов. Наберите свою фамилию. Если выскочат долги, то льготную ипотеку вам не видать, пока долги не погасятся. Поэтому прежде чем ходить в период пандемии по банкам, сходите на сайт службы судебных приставов. А теперь бесплатные витамины. Если у человека стресс, то падает иммунитет. Поэтому человеку нужен психологический витамин. А таким витамином является классическая музыка. Прямо сейчас на телеканале «Россия-1» море бесплатных витаминов от композитора Ахмата Малкандуева. Звучит танец Хардар из оперы «Легенда гор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!